Вести Карачаева, Черкесия 18 ноября в Большом зале Дома правительства в очной форме пройдут публичные слушания по законопроекту о республиканском бюджете на 2023. И плановый период 2024-2025 годы. Председатель правительства Карачаева, Черкесия, Мурат Аргунов провел совещание с вице-премьерами республики в зависимости от курируемой отрасли. Каждый из них доложил о проделанной работе. В первую очередь коснулись итогов сельхозпроизводства. Отмечено, что аграриями собрано более 5 тысяч тонн кукурузы, 20 тысяч тонн картофеля, 11 тысяч подсолнечника и 38 тысяч тонн сахарной свеклы. Что касается социальной сферы, то в селе Учхекен после капитального ремонта распахнула свои двери первая школа имени Ежаева на 805 мест. Отдельное внимание уделено вопросам оказания помощи семьям мобилизованных граждан. Участники заседания коснулись и нюансов социальной догазификации. Отмечено, что от жителей республики подано около 3 тысяч заявок на догазификацию. Из них по 2 тысячам 312 заключены договоры. В Доме правительства республики состоялось и заседание Большого Града Строительного Совета Карачаича Кесина, на котором были презентованы дизайн-проекты туристических объектов, планирующиеся построить в Тиберде, Архизе и Дамбай. Данные проекты были скрупулезно рассмотрены представителями оригинальных ведомств, а в части их соответствия и соблюдения всех правовых норм законодательства страны, после чего авторам дизайн-проектов были озвучены рекомендации по их дальнейшей реализации. По итогам заседания 6 дизайн-проектов туристических объектов получили одобрение Града Строительного Совета Республики. Четыре проекта отправлены на доработку. Заместитель председателя правительства республики Дмитрий Бугаев и министр образования Карачаича Кеси Инна Кравченко проинспектировали ход строительства новой школы номер 7 и капитальный ремонт первой общеобразовательной школы Учки-Кена. Строительство первой в настоящее время продолжается полным ходом. Железобетонный каркас здания готов на 90%. В блоке уже начаты кровельные работы. Параллельно ведутся работы по прокладке электрического кабеля, системе отопления и вентиляции, а также монтаж огонных блоков, проложенный наружный водопровод и канализация. Начаты работы и по монтажу тепловых сетей. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева, как мы уже сообщали, прошел первый в республике директорский форум кадровый ресурс школ Карачаича Кеси, стратегии и технологии развития. Он был инициирован для решения проблемы количественного и качественного укомплектования школ республики. Комментирует министр образования и науки Карачаича Кеси Инна Кравченко. Сегодня с нарастающими темпами у нас усугубляется проблема нехватки педагогических работников, дефицит в школах, поэтому мы обсуждали неоднократно с руководителем данного университета эту проблематику, и мы поняли, что ее необходимо сегодня обсуждать со всеми, в том числе и руководителями образовательных организаций. Поэтому создание этого форума как раз таки продолжение той проблемы, которая сегодня сформировалась на уровне республики в целом. Для того, чтобы обсудить те проблемы, которые сегодня имеют место быть, и выработать механизмы и пути решения данной проблемы. Впервые за столетнюю историю здания проведен капитальный ремонт Государственной филармонии Карачаича Кеси. Работы на объекте были начаты в феврале этого года. Помимо обновления фасада и внутренней отделки помещений, проведено техническое переоснащение учреждения, рассказал директор Государственной филармонии Рамазан Бароков. Действительно, филармония преобразилась не только в ремонтном этапе, но и внутри по оборудованию. Сегодня полностью она оснащена для полной реализации всех планов, которые стоят перед Государственной филармонией. Это все началось с поддержки Министерства культуры Российской Федерации и правительства Карачаево-Черкесской Республики. Мы с Министерством культуры получили субсидии на поддержку детских музыкальных театров и правительство поддержало это. По линии Министерства культуры Российской Федерации мы получили субсидии на приобретение оборудования, оснащение музыкальными, звуковыми, световыми, вплоть до кресел. А правительство нашей Республики поддержало все это, добавило субсидии и полностью отремонтировало сегодня нашу филармонию. В Тиберде прошел форум информационных технологий в креативных индустриях «Креатив». В рамках мероприятия были организованы семинары и мастер-классы по переводу различных сфер деятельности в цифровой формат. В форуме приняли участие более 40 представителей различных сфер деятельности, в том числе IT-специалисты, дизайнеры и художники, фотографы и ремесленники, видеографы и музыканты из Карачао-Чекесии, Ставропольского и Краснодарского краев. Мероприятие объединило IT-разработчиков и других представителей креативных индустрий, которые заинтересованы в развитии навыков цифровой грамотности. В региональном центре выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Карачао-Чекесии «Спутник» прошло интенсивное обучение четырех групп, подаренных детей Республики по разным направлениям. Первая группа программы «Аквариумный мир. Гидробиология» погрузилась в увлекательный подводный мир гидробиологии. Учащиеся научились готовить грунт к заселению рыб, подбирать и размещать растения водного мира, стали настоящими дизайнерами аквамира. В ходе программы у ребят сформировался эстетический вкус. На заключительном этапе обучения дети посетили Тибердинский национальный парк. Вторая группа «Направление спорт» реализовала спортивные программы на интенсивных тренировочных сборах по тэквондо. Ребята улучшили свои теоретические и практические навыки, провели мастер-классы с участием высококвалифицированных специалистов, почувствовали себя настоящими олимпийскими чемпионами. Третья группа интенсива «Лиха беда начала» стала настоящими логиками и знатоками решения самых каверзных задач на смекалку, научились критически оценивать результаты, излагать свои мысли ясно и исчерпывающе. Лаконично и емко приобрели навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. Была проведена большая работа по подготовке к муниципальным олимпиадам. Ну и четвертая группа «Интенсивная профильная программа фортепиано» усовершенствовала свои профессиональные навыки сольного инструментального музыкально-исполнительского искусства, развила артистические и исполнительские способности игры на инструменте. Маленькие виртуозы опередили своих сверстников в музыкально-эстетическом развитии. Курорт Архиз готовится к открытию зимнего сезона. Здесь уже работает система искусственного снижения, благодаря чему туристы смогут спускаться по трассам независимо от погоды. Кроме экстрима на курорте можно получить и эстетическое удовольствие. Речь идет не только о красоте местной природы. Официальное открытие сезона намечено на первую субботу декабря. И в продолжение этой темы начальник управления по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Республики Роберт Алботов рассказал о том, как проходит подготовка к предстоящему горнолыжному сезону и обеспечению безопасного отдыха гостей региона. По его словам, главным этапом подготовки являются учения с привлечением всех профильных органов и служб. Наряду с этим проводятся инструктажи предпринимателей, предоставляющих услуги отдыхающим. Алботов напомнил туристам о необходимости регистрации у спасателей перед выходом на маршрут. Когда человек регистрируется, как правило, он оставляет координаты, телефоны. Мы знаем, сколько человек, состав группы, сколько детей. Вдруг какая-то происходит чрезвычайная ситуация. Вся та информация, которая у нас есть, она нам помогает и существенно облегчает оказание помощи. В общем, нам эта информация очень нужна. Если, допустим, есть даже телефон, номер, мы по каким-то моментам можем отследить, в какой зоне может там или заблудился человек, или там еще что-то произошло. Существенно облегчает. В республике в рамках всероссийской акции «Вода России» прошла очередная серия экологических мероприятий. В этом году масштабная заключительная серия мероприятий в рамках акции «Вода России» пройдет 10 ноября на берегах рек в Прикубанском районе. Подробности у советника министра природных ресурсов и экологии Карачао-Чикеси Медины Баташевой. Очередная серия экологических мероприятий по уборке берегов в рамках всероссийской акции «Вода России» прошла в Карачаево-Черкесии. В ходе мероприятий в минувшие выходные волонтеры провели уборку на экотропе Бадукские озера одноименного маршрута Тибердинского национального парка. 2 ноября волонтеры провели уборку на берегах рек Кубань, Дуд, Худес, Учкулан и Махар в Карачаевском районе республики. Сейчас в Карачаево-Черкесии, как и по всей России, завершается сезон субботников и экологических акций. Финальная серия мероприятий запланирована на 10 ноября в рамках республиканской акции «Генеральная уборка» в Прикубанском районе. Центральное мероприятие акции «Вода России» пройдет на берегу Кубанского водохранилища. В картиной галереи Черкеска впервые проходит тактильная музейная выставка по темным переулкам истории. Проект – победитель грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Здесь представлены 30 объемных тактильных экспонатов, среди них копии мировых архитектурных достопримечательностей, исторических памятников регионов Северокавказского федерального округа, старинные храмы Карачаево-Черкесии, достопримечательность Карачаевска-Горянка, копия соборной мечети Черкеска, также будут представлены копии керамической утвари и деревянной посуды, какими пользовались народы Кавказа и многое другое. К каждому экспонату подготовлены таблички шрифтом Брайля. Стол для экспонатов оборудован перилами, зал оснащен напольной разметкой для слабовидящих. Выставка доступна не только для слабовидящих и незрячих, а также для всех категорий посетителей. Людям, не имеющих проблем со зрением, будут предоставлены специальные плотные повязки чтобы они могли погрузиться в инклюзивную среду. Ежедневно в определенное время экскурсии будет проводить тифлокомментатор. Выставка продлится до 13 ноября и вход свободный. Ну и в заключение информационного выпуска новости спорта. В Кабардино-Балкарии прошел турнир по регби среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения, посвященный памяти героя социалистического труда Ахеда Шаова. Команды были поделены на две группы и сыграли по круговой системе. В итоге республиканская команда комплексной спортивной школы «Победа» стала бронзовым призером и получила кубок, медали и грамоты, а также денежный приз. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По данным региональных синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В горах местами плюс 4-9. В Черкесске без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 13 градусов выше нуля. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. На этом информационный блок с Ритой Неровой завершен. На правах рекламы. Палундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Вниманию водителей и пассажиров, планирующих поездки в Крым и обратно. На сайте Министерства транспорта Российской Федерации в разделе «Деятельность» во вкладке «Об организации логистики между Республикой Крым и Краснодарским краем» вы можете ознакомиться с вариантами передвижения между регионами. На странице собраны все альтернативные маршруты как для частных пассажиров легкового транспорта, так и для водителей большегрузов. В разделе можно узнать информацию о работе автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, выбрав удобный вариант передвижения. Подробности на сайте mintrans.gov.ru Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!